На Бытхе, к примеру, активисты собрались у дома номер 46 по улице Дивноморской. Люди обратились в администрацию города с просьбой помочь привести в порядок неухоженный участок. По поручению первого замглавы Мугдина Чурмида сюда были привлечены дополнительные силы и средства. Здесь решили не только выкосить заросли сорняковые, собрать разбросанный мусор, но и прочистить ливневки. А на Мамайке работа шла на набережной реки Псахэ на улице Полтавской. В этом году здесь впервые появилась благоустроенная набережная. Реконструкцию по просьбе властей ведет застройщик одного из жилых комплексов, чтобы красивый вид не портил мусор. В русле реки жители района вооружились перчатками и пакетами, а прибывшие им в помощь специалисты помогли покосить траву. В Адлерском районе уборка шла в микрорайоне Блинова, а в Лазаревском порядок наводили не только в городской черте, но и в сельской. В целом для субботника городские мупы выделили 41 единицу техники, а подключились к уборке больше 700 сочинцев. Власти города надеются, что общегородской субботник пройдет также активно. Мы хотели бы попросить жителей города, хотели бы попросить предпринимателей города, хотели бы попросить весь депутатский корпус, который и сегодня помогает, и всегда помогают. Они в 27 числа, ровно через неделю, в следующую субботу, выйти еще раз и перед всероссийским днем знаний перед первым сентября помочь нам навести идеальный порядок на территории города. В этот же день Мугдин Чермит вместе с представителями коммунальных служб проехал по улицам курорта. Вице-мэр распорядился убрать мусор и незаконные рекламные конструкции. Особенно это касалось территории курортного городка. А обочины дорог и бордюры необходимо очистить, в некоторых местах отремонтировать. Одна из немаловажных задач – привести в порядок пешеходные переходы. Прежде всего, те, которые находятся неподалеку от детских садов, школ и вузов. Эти работы решено начать незамедлительно.